Вторая книга Паральпоменон, глава двадцать девятая Он отворил двери дома Господня и возобновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади Восточной, и сказал им, — Послушайте меня, левиты, ныне осветитесь сами и осветите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища, ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодное в очах Господа Бога нашего. И оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господне, и оборотились спиною, и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали курение, и не возносили все сожжения во святилище Бога Израилева. И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И вот, пали отцы наши от меча, а сыновья наши и дочери наши, и жены наши за это в плену доныне, теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего. «Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений». И встали левиты Махаф, сын Амасая, и Иоель, сын Азарии, и сыновей Каафовых, и из сыновей Мераренных, Кис, сын Авдия и Азария, сын Иегалелела, и из племени Герсонова, Иоах, сын Зиммы, и Еден, сын Иоаха, и из сыновей Елицафановых, Шимри и Ие и Ель, и из сыновей Асафовых, Захария и Матфания, и из сыновей Емановых, и Ехиэль и Шимей, и из сыновей Идифуновых, Шимайя и Уззиил. Они собрали братьев своих и осветились, и пошли по приказанию царя очищать дом Господень по словам Господа. И вошли священники внутрь дома Господня для очищения, и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем на двор дома Господня, а левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку Кедрону. И начали освящать в первый день первого месяца, и в восьмой день того же месяца вошли в притвор Господень, и освящали дом Господень восемь дней, и в шестнадцатый день первого месяца кончили. И пришли в дом к царю Езекии и сказали, — Мы очистили дом Господень и жертвенник для всесожжения, и все сосуды его, и стол для хлебов предложения, и все сосуды его, а все сосуды, которые забросил царь Ахас во время царствования своего в беззаконии своем, мы приготовили и осветили, и вот они пред жертвенником Господним. И встал царь Езекии рано утром, и собрал начальников города, и пошел в дом Господень. И привели семь тельцов, и семь овнов, и семь агнцев, и семь козлов на жертву о грехе за царство, и за святилище, и за Иудею. И приказал он сынам Аароновым, священникам, вознести всесожжение на жертвенник Господень. И закололи тельцов, и взяли священники кровь, и окропили жертвенник, и закололи овнов, и окропили кровью жертвенник, и закололи агнцев, и окропили кровью жертвенник. И привели козлов за грех пред лицо царя и собрания, и они возложили руки свои на них, и закололи их священники, и очистили кровью их жертвенник для заглаждения грехов всего Израиля, ибо за всего Израиля приказал царь принести всесожжение и жертву о грехе. И поставил он левитов в доме Господнем с кимбалами, псалтерями и цитрами по уставу Давида и Гада прозорливца царева и Нафана пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его. И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми и священники с трубами, и приказал Езекия вознести всесожжение на жертвенник, и в то время, как началось всесожжение, началось пение Господу при звуке труб и орудий Давида царя Израилева. И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось всесожжение. По окончании же всесожжение царь и все находившиеся при нем преклонились и поклонились. И сказал царь Езекия и князья левитам, чтобы они славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца, и они славились радостью и преклонялись и поклонялись. И продолжал Езекий и сказал, «Теперь вы посвятите себя Господу, приступайте и приносите жертву и благодарственное приношение в дом Господень». И понесло все собрание жертвы и благодарственное приношение, и всякие, кто расположен был сердцем всесожжения. И было число всесожжений, которые привели собравшиеся семьдесят валов, сто овнов, двести агнцев, все это для всесожжения Господу. Других священных жертв было шестьсот из крупного скота и три тысячи из мелкого скота. Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений, и помогали им братья их левиты до окончания дела, и доколе не осветились прочие священники, ибо левиты были более тщательны в освящении себя, нежели священники. При том же всесожжении было множество стуками мирных жертв и с возлияниями при всесожжении. Так восстановлено служение в доме Господнем. И радовался Езекия и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно.